Именинница вспоминает. В детском доме день рождения не отмечали. Записали, что она родилась 5 июля. Потом уже подняла архив, выяснила, на самом деле, 11-го. Я всегда с 5-го по 11-го. Теперь отмечаю. То друзья-товарищи, то свои, то дети придут. Так что в детстве, что не отмечала, так все наверстывается. Веселая, активная, красивая. Только родные знают, что Розе Викторовне 85. И через что ей пришлось пройти. Когда началась война, имениннице было два года. Отец прошел испанскую и финскую войны. Когда уходил на Великую Отечественную, чувствовал, не вернется. Малышка с семьей оказалась в концлагере. Удалось выжить. Красноармейцы освободили узников в 43-м. Когда немцы уходили, факелом кинул немец. И вот шрам на руку попал. И вот сюда у меня ожог. Это память военных лет. После войны оказалась в детском доме. Но бабушка и дедушка ее нашли. Закончила вечернюю школу. Работала. Переехала в Узбекистан. В 83-м году встретилась с мамой, которая так же, как и она, прошла через концлагерь. Но после освобождения оказалась в США. О той поездке за океан остались не лучшие воспоминания. Агитировали, чтобы я сказала про Советский Союз плохо, а про Америку хорошо. Ну, как я могла это сказать, если мне жизнь спасла Родина. И дети у меня были. Уже я бабушка и внук у меня был. И сказать такое. Они мне до слез доводили. Но это все в прошлом. Сейчас Роза Викторовна – глава большой семьи. У нее две дочки и трое внуков. Охотно делится с гостями секретом долголетия – генетика и спорт. А еще, пожалуй, любовь к близким, родине и, разумеется, жизни. Евгения Августяна, Карина Еряшева, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова». Мирного неба!